Да, да, вы холёси, вы холёси, да. Многих птиц на самом деле нельзя кормить цыплятами, хищников, по крайней мере постоянно, потому что цыплята вообще в принципе бедный корм, это несформированное по сути животное, то есть там нет ни скелета, ни там ЖКТ с полноценной переваренной пищей, ну то есть ничего нет, это чисто набить желудок. А у нас сейчас проблема с закупкой кормов, потому что у нашего поставщика, у которого мы берём насекомых, там берём корма, грызунов нет уже очень давно. Вот сейчас мы нашли вроде как вариант закупаться в другом месте, ну потому что мы как бы организация, нам нужно, чтобы обязательно закупка была через фонд. Вот, мы не можем там пойти на авито, там найти частого заводчика и закупиться у них, потому что наши объёмы этого просто не позволяют. Мы не сможем выложить там из своего кармана сумму там 20 тысяч и так далее. Вот, сейчас мы вроде как у нас у второго поставщика появились как раз замороженные грызуны, вот я надеюсь, что наконец мы закупимся ими. Вот это в частности птицы, которым грызуны категорически необходимы, потому что это чистые, ну, мышеяды в природе. Там вот сидит не чистый мышеяд, но ей тоже мыши, конечно, нужны. Вот это бородатые неясыти. Когда-то они жили у фотографа, может быть вы даже их видели, они некоторое время жили на птичьем рынке. Вот, сейчас они переехали к нам после смерти владельца, и сейчас они на пенсии в вольере. А там вот Скади, если кто-то её помнит. Скади, которая жила со мной очень долгое время в квартире, и после переселения в вольер превратилась в совершенно дикую сову. Много трогать сов нельзя, потому что у них от этого портится оперение, оно у них очень нежное. Ну, у меня сейчас рука сухая, чистая, поэтому как бы чуть-чуть потрогать сову можно. Да, сова, можно потрогать чуть-чуть тебя? А это кто тут? А это моя домашняя, ручная неясыть. Смотрите, как она рада меня видеть. Да, ты рада меня видеть. Погладить тебя чуть-чуть? Погладить? Да! Нет! В общем, да. В общем, да. Вот такие мы добрые, домашние, хорошие. Совсем не пытаемся откусить мне руку. Зайка моя. Не ведитесь на этот нежный взгляд чёрных глаз. Он принадлежит убийце. Омега после своего отлёта стала как бездомное животное, которое изведало чувство голода. Вот. Кормить её теперь стало ещё увлекательнее. Она теперь каждый раз пытается унести меня вместе с ведром. Я обязательно начну с ней заниматься, честно. Но пока мне просто страшно. Вольер, в котором у меня пока только две птицы. Сорока локи. И сойка-инспектор. Скоро сюда должна, я надеюсь, заселиться ещё одна сорока. Ещё одна сойка. Вот. Здесь будут жить ещё сорока-перчик и сойка, которая приехала к нам из Сирии, но у которой пока нет имени. Но так как мы тут терпим природные катаклизмы, я пока боюсь высаживать птиц в вольер. Вот. Потому что там обе птицы такие. Ну, как бы у сойки очень фиговенькое оперение. А сойка, она со сломанной ногой, с сломанной рукой, с отсутствующим глазом. Вот. И мне как бы в прошлые холода, когда у нас температура опускалась до минус 25, пришлось забрать его из вольера, в котором он жил. Вот. Локи – это сорока, которая живёт у меня уже очень давно. Ему 10 лет уже. А инспектор у нас этого года рождения птица. Мы его выпустили летом вместе со всеми остальными сойками. Но инспектор не захотел выпускаться. Он улетел, долетел до Киржача и начал там приставать к людям. А так как мы всех наших выпускников кольцуем кольцами с номером телефона, человек, которому он сел на ручки попросить еды, увидел этот номер телефона, позвонил нам и привёз инспектора обратно. Поэтому инспектор сейчас живёт у нас. Это единственная не одичавшая за это лето сойка, которую мы не проконтролировали. Инспектор, вы таки будете орешек? Орешек. Орешек. А! Да, орешек. Локи, а ты хочешь орешек? Или ты хочешь мяса? И крови? Ага. Ага. Инспектор, а сверчка ты хочешь? Хочу, конечно, скажи. Конечно, хочу. Инспектор, а ещё орешек? Ещё орешек? Хочешь? На. Здрасте. Да ты наглый. У Локи довольно паршивое оперение. Я очень надеюсь, что в уличном вольере он таки переменяет нормальную птицу. Потому что хвост у него, в принципе, сменится, но махи остались пока проблемными, очень проблемными. Но, в целом, он стал получше выглядеть на свежем воздухе. В чём проблема? Что за истерика? Могу я вас поинтересоваться, что за истерика? Ты. Всё, улетел. Зимняя романтика. Сжигаем коробки из-под насекомых. Ауч. Ну, как бы смысла на помойку их выносить нет. Вот. А в бочке всё это удобно сжигать. Удобно, безопасно. Я обычно сжигаю всё это по вечерам. Потому что днём у меня вот тут вот кормушка висит. Здесь постоянно синички летают, воробьи. Но днём я ничего не сжигаю. А, ну. И если кому-то интересно, могу добавить, что периодически эта бочка работает ещё и полевым крематорием. Потому что закапывать птицы на территории реабилитационного центра это, мягко говоря, не очень правильно. Тем более, что всё это как бы, всё, что гибнет, оно никогда не бывает здоровым. Вот. Конечно, в норме, там, на территории реабилитационного центра нужен какой-то более адекватный крематорий, если у нас нет договора о вывозе тел, как там у ветклиник, например. Вот. Ну, как бы вывоз отсюда не очень реален, потому что, ну, как бы, дорога к нам существует... Точнее, не так. Дорога к нам отсутствует большую часть года. То есть к нам доехать сюда очень проблематично. Вот. Ну, поэтому, как бы... Поэтому вот. Ну, сейчас я просто коробки сжигаю. Потому что нам привезли много насекомых. Я их все переложила. Вот. А так как коробки у меня уже занимают всю бытовку, надо их сжечь. Сжечь. Сжечь.